Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, мы с вами снова серия на проекте Родина Орлиплей, но сегодня будет разговор на видео, потому что наконец-то вышла третья часть про глобальное обновление, поэтому сегодня мы это все посмотрим. Я специально еще не смотрел это видео, реально вообще ничего не смотрел, поэтому это будет моя живая реакция, я надеюсь то, что вам это будет интересно, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте как бы играть вместе с нами на родине, вся информация есть в описании под видео, поэтому заходите на родину и играйте вместе со мной. Не, ну блять, вот что-что, но маппинг они делают очень круто, чтобы вы понимали, это Арзамас, пацаны, вот это получается Арзамас, это вот этот парк, знаете, помните, что там еще яма есть, куда можно прыгать, типа, и там типа подземелье, ну короче вы поняли, я думаю, кто играет в КРМП долго, тот понимает о чем я говорю, и здесь просто сделали вот такой вот шикарный парк, ну реально молодцы просто, ну серьезно, такого я еще не видел нигде. Да, возможно там где-то в Унта, еще где-то есть такое, но в КРМП я такое вижу первый раз. Ого, хо-хо, ого, вот это уже сильно, пацаны, вот это уже очень сильно, блин, ну реально очень красиво сделано, ну просто посмотрите, пацаны, ну блин, кто такое делал когда-то вообще? Да, там выходила глобалка на разных проектах, я не буду как бы ни на кого там наговаривать, но такого масштабного обновления именно карты я еще не видел, пацаны, но это очень круто. Ну это просто, пацаны, слов даже нету описать эту всю красоту, потому что оно выглядит максимально круто, и уже 27-го, пацаны, числа, 27-го числа этого месяца уже выйдет глобальное обновление. Я как бы это знаю, потому что мне пацаны на стриме говорили и в ВК писали, но видео я смотрю первый раз, если что. Ну блин, ну блин, я знаю, пацаны, то, что вы скажете, блядь, тебе плавит, ты поэтому так говоришь, то, что тебе нравится, ну блядь, мне реально нравится, пацаны, ну блин, ну блядь, где вы такое видели просто? Сравните даже, допустим, допустим, надо там меня срать в комментариях, допустим, вот сравните изменения вообще по карте на Амазинге и какие изменения будут на родине. Ну блядь, ну тут работы пиздец намного больше, понимаете? Хотя примерно обновление делалось на Амазинге такое же время, как и на родине, но разница именно по карте, я не говорю за системы, именно по карте, по маппингу намного больше у родины изменений. Реально намного больше, ну это всего лишь визуально нам показывают, на деле уже будет всё понятно, хорошо, плохо там и так далее, но именно на видосе, блин, всё очень классно выглядит. Блядь, ну блядь, охуенно просто, пацаны, уже скоро, буквально через, сколько? Через 4 дня уже выйдет лобальное обновление, и мы сможем здесь поиграть, пацаны. 4 дня просто осталось, ну даже меньше, возможно, даже меньше, потому что я это видео записываю 23-го, а выложу 24-го, пацаны, реально понты просто остались. И уже выйдет это глобальное обновление, блин, и мы будем просто кайфовать. Вот, пацаны, к чему бы я хотел реально доебаться, это к тому, что на родине ужасная, просто ужасная система дальнобойщиков. Ну реально она не прибыльная, во-первых, потому что я на родине играю, как бы у меня максимальный скилл дальнобойщика, но это вообще не очень прибыльно, пацаны. Лучше бы сделали, знаете, ну типа грузы, просто возить и всё. Вот я считаю, если бы сделали на родине очень классную систему дальнобойщиков, даже такую же, как на Амазинге, например, ну примерно такую же, то я уверен, что онлайн бы поднялся, потому что, ну реально, блин, система дальнобойщиков это очень важная часть, я считаю, потому что многие там играют евро-таксимулятор, многим нравятся дальнобойщики, играть рейсы, и если бы они сделали классную систему дальнобойщиков, ну либо позычили бы, как, допустим, на Амазинге, либо сделали бы свою систему, то я уверен, что онлайн бы намного поднялся, потому что эта работа очень классная, она мне самому нравится, поэтому, блин, было бы круто реально, если бы они всё-таки довели до ума эту работу. Ну, блин, всё так необычно, пацаны, красиво просто, ну, бля, красота просто, Porsche у нас получается новый путь, Cadillac, ну много тачек новых, кстати, будет, да, Ford, GT я вижу, Bugatti, вон тоже видно, ну, блин, тачек реально тоже очень много новых будет. Бля, как же красиво просто, ну, блин, ну, пацаны, ну, ну согласитесь, ну кто такое делал просто, ну кто, покажите, пожалуйста, ну, кроме МТА, там, САМПа и так далее, вот в КРМП покажите, ну, даже на Радмире не так красиво, как показано здесь, ну, согласитесь, блядь. Кстати, я не знаю, я один такой, но у меня в городе, вот, недавно сделали точно такую же разметку, в точь-точь такая же разметка, хотя раньше у нас такой разметки не было, а именно в этом году, буквально там месяц назад, по всему городу сделали именно вот такую вот разметку, видимо, как бы, они тоже решили так сделать. Ну, пацаны, шо я могу сказать, ну, просто ждем, вот, просто берем и ждем, и уже потом будем делать реально конкретные выводы. Да, я уверен, что вы будете писать, ой, тебе платят, поэтому ты так говоришь, думайте, как хотите, это ваше дело, это ваше мнение. Я вот хочу, знаете, как сделать, просто взять, допустим, сравнить два проекта, Амазинс, на котором я играю, и Родина, на которой я тоже играю, и сравнить просто эти два глобальных обновления, где лучше, что лучше, там, и так далее. Ну, визуально я уже, мне больше нравится, типа, Родина, но я поиграю недельку, все изучу, посмотрю, и уже потом сделаю выводы. Чисто, ну, реально, настоящие, честные выводы. Поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok